Добрый день, мои хорошие! Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала! Снова с вами Николай Сомсик, агентство недвижимости Титл. Ну и, конечно же, с вами продолжаем изучать недвижимость именно для наших клиентов, наших уважаемых покупателей, которые попросили, чтобы мы поехали, посмотрели домик, который находится в Краснодарском крае, Лобинский район, именно Станица Владимирская. Ну и ниже в описании, мои хорошие, как обычно будут указаны, все необходимые параметры, это как площадь самого дома, участка, ну и, конечно, общая стоимость этого домовладения. Эта сама Станица находится практически рядом с городом Лобинском, рукой подать там даже, я не знаю, даже 10 километров не будет. Станица не маленькая, большая, все, что необходимо в этой Станице есть, чистенькая, аккуратненькая. В этом домике я еще ни разу не был, сейчас вот едем, держим путь на этот, будем так говорить, надеюсь, прекрасный домик. Часто бывает такое, что, к сожалению, еще раз подчеркиваю, к сожалению, что по фотографиям и в реальности дома не соответствуют, почему у нас покупатели просят, чтобы заранее до их приезда мы поехали, ну и, конечно, поизучали вот эти объекты недвижимости, что в принципе сейчас и делаем. И знаете, мои хорошие, что если вдруг вам понадобится заранее до вашего приезда приехать, посмотреть, изучать, изучить объекты недвижимости, то, конечно, вы можете полностью на меня и на мою команду рассчитывать. Мы сейчас работаем практически по всему Краснодарскому краю. Сейчас у нас есть команда уже ребят, которые делают очень хорошие, интересные видеообзоры. Ну и, конечно же, есть у нас агенты, менеджеры, которые также занимаются показами объектов недвижимости именно в Краснодарском крае. Естественно, когда наши клиенты выбирают объекты недвижимости, мы не просто, там, допустим, снимаем видеообзоры, мы не просто показываем, мы, конечно же, также делаем полное юридическое сопровождение объектов недвижимости и оформление именно на ваше имя. Часто бывает такое, что у людей есть покупать недвижимость именно под материнский капитал, также берут ипотеку. Естественно, для клиентов, для покупателей, ну, нужна вот помощь для того, чтобы это все помочь оформить. Потому что касается самой ипотеки, к сожалению, не все объекты недвижимости могут подойти. Мы, кстати, сейчас вот проезжаем центр вот этой страницы справа, вот мы видим магнит, слева пятерочка прямо, вот мы видим аптека Апрель, тут школа-садик. В принципе, вот, ну, скажу, вот в станице вот есть все, что необходимо именно для вас. Вот смотрите, справа у нас электротовары, стройматериалы, есть все. Радует, что станица сама асфальтирована. Ну, я имею в виду основные, главные улицы у нас, будем говорить, асфальт. Вот это, ну, огромное преимущество. Кстати, вот мы едем сейчас вот по вот этой улице, где находится дом. Надеюсь, надеюсь, что вот видно, что здесь некоторые дома прямо находятся вплотную с асфальтом. Вот дальше я вижу, идет улица на расширение. Надеюсь, что дом вот вот этой улицы, от асфальта будет как бы далековато. В принципе, нам еще ехать и ехать. На этой неделе, мои хорошие, конечно, вот скажу, вот лето у нас очень сильно плодотворное. Кстати, большая просьба, если вы планируете вот обратиться к нам, чтобы мы вам помогли, большая просьба, все заранее, все заранее, а желательно даже за месяц, за два до вашего приезда, чтобы мы спокойно уделили должное внимание для вас, чтобы до вашего приезда мы все подготовили. Потому что, видите, сейчас очень многим покупателям мы помогаем. Естественно, чтобы не получилось, не хочется и тех людей подвезти, которые к нам обратились. Ну и, конечно, хочется должное внимание вам тоже уделить. Я так понимаю, что у нас улица продолжения сюда идет. Вон справа у нас магазин. Так, ну здесь пока это радует, что у нас здесь будет от асфальта подальше, я так понимаю. Ага, еще едем. Кстати, это, видишь, вот Эльвирзнак у нас водоохранная зона, я так понимаю. И надо потом на этот цин поставить, зафиксировать тоже. И я так понимаю, что тут где-то река недалеко. Ну тут маленькая речка, вот я даже вижу название ее Купса. Речка Купса называется. Видно, здесь очень много деревьев. Кстати, вот вижу лесополосу, да, там, значит, вот эта речка по-любому протекает. Гравичка уже. Так, это, едем, едем по асфальту, а потом на гравичку. Ну, радует, что гравика такая нормальная, ям ничего такого нету. Ну да, скоро будет домик. Надеемся, надеемся, что будет все хорошо. Да, вот табличек много водоохранной. Смотри, здесь вот еще тоже табличка. Так, а где же ты домик это-то, да? Да, тут вообще... Что-то да. Не, я понимаю, что там где-то дома находятся за лесополосой вот этой. Ну где именно? Там поле. Да, там поле. Вот она, Купса, мы проезжаем ее, вот она. Ну она тут маленькая. Ну, я скажу, если начинает разливаться, я не удивлюсь, что даже она, возможно, возможно, может топить здесь. Потому что, смотри, речка рядом. А, вот сейчас будет Ильвей, вот следующий, скорее всего, да. Да, надо вот распространить. Я делаю как раз можно на Ачибе. На Ачибе, да? Да, они прям, вот он вроде. Все, все, я вижу, да. Им нужно, чтобы подальше. Поле, 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 поле. Так, давай, мы сейчас припаркуемся. А, вон еще, смотри, дома он идет дальше. То есть, она маленький дальше идет. Да, 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 дальше идет. Подъехали к нему. Видно, вот кровлю меняли где-то 10 тому назад. Фронтон металлический. Ну, я так понимаю, что у нас он угловой. Давайте сейчас подойду, посмотрю внимательно. Видно поле, улица продолжения. Видите, да, дальше идет. Да, это угловой. Дальше ничего тут нету. Единственное, что, конечно, если кто-то будет быстро ехать, давайте вот пройду все-таки здесь, зафиксирую, что у нас. Если кто-то будет быстро ехать, то пыль будет стоять по-любому такая, существенная. Да, тут поляна. Сейчас хочу посмотреть, что здесь. Да, здесь поляна, больше ничего нету. Видно, кстати, электрическая линия, электролиния, как правильно назвать, что-то, честно, я подустал вот эту неделю, сейчас конец недели. Короче, электролиния, все хорошо, видно новые столбы, провода. Да, фасад, конечно, широкий. Забор видно здесь, металлопрофиль. Простенький, но, по крайней мере, есть. И получается, вот до... Сейчас дойду до Судова. Так, где у нас? Да, и вот у нас вот видно вот до вот этой части забор. Ну, сейчас внутри посмотрим. Ворота есть, калитка есть. Ну, видно, что воротами не пользуются, потому что машины, наверное, нету. Так, заходим. А скажите, вот эта речка, которая Кукса, она не затапливает? Нет, нет. Никогда не поднималась? Нет, поднимается вот там. Там это где? Ну, там где. Подальше, там вот это ходит вот так. Подождите, у вас в огород не входила она никогда? Ну, куда нет. Внизу, да. А у вас участок на огород, ой, участок на речку выходит вообще? Да, да, до конца. Ну, мы зайдем, посмотрим. А сам дом из чего вообще? Это половина, этот, блучина, половина, наверное, с... Саман, да? Да, саман. А вы строили или покупали его? Мы покупали, вот, а этот, это все мы поменяли. Вот кухни маленькие. Я так понимаю, вот я вижу, что вот эта старая часть дома, да? А вот эта пристраивали. А потом, когда пристраивали, сразу кровлю, да, поменяли? Да, сразу, ну, 5-6 лет назад это поменяли. Да, поменяли и там полу... Я так понимаю, здесь газ не подключен у вас, да? Нет, вот газ здесь рядом, а газы... А где газ тут рядом? А где? А ну, покажите. А где это там? Вот видите, вот... Подземка, вы имеете в виду? Да, да, здесь подземка, а вот видите, что все... Подождите, но я вижу, у тех, вон, подземка выходит у людей. Вы имеете в виду, вот линия проходит вот прямо вот здесь, да? Да, да, вот здесь, спасибо. Да, да, вот этот. А здесь куда идти? Так, а там... А у него газ подключен, смотрю, да? Получается. Так. Окна, смотрю, деревянные, но как бы тоже, я так понимаю, окна... Окна вы тоже меняли, когда вот кровлю меняли? Да, мы, да, меняли окна. Это вы подлили, я так понимаю, раньше. Так, отмазка у нас старенькая, я смотрю. Ну да, старенькая. Это у нас лопается, я так понимаю, сама штукатурка. Наверное. У меня ощущение, как будто домик, знаете, из двух частей. Вот как-то... Половина, да, я же говорила, половина сама не, а сюда уже блочная. Я так понимаю, что вот эту часть вы пристраивали, или бывшие собственники? Да, были, вот эти маленькие мы это сделали. Там, где реалия было, ну, как на весь, мы взяли это вот такое. А вы не знаете, фундамент монолитный? Я вот, ну, я смотрю, вроде бетон. Я так понимаю, что у вас участок угловой. Ну, вы сами, последний дом, да, получается? Нет, дальше тут уже есть. Где дальше есть? Вот так. А, вы имеете в виду, вот туда наверху еще есть дома? Еще 5-6. Ой, я потом заеду, посмотрю, мне аж интересно. А, у вас домик, смотрю, плитки был когда-то, да, деланы? Мы ломали, а это карасили. Я понял, теперь я вижу. А это вы положили столб, да? Это столб уже напала. Была тогда? Да, мы и положили, так и было. Понял, теперь смотрю, это они, наверное, дом, наверное, садился, или что-то такое? Или так строили они, наверное? А вот эту старенькую плитку не стали уже убирать. Вот, видно, она плитка была делана. Так, ну, сарайчики, наверное, в будущем надо будет снести по-любому. Граница у вас, вот этот старенький забор, да, вот этот? Да. Вижу. Раньше свиней держали. Это орех у нас грецкий. Я смотрю, вот тут блок вроде бы у вас. Ну, да, я же говорю. А, нет, здесь оман. Не, не, это что-то, это блок. Что-то понять не могу, он то ли гипсоблок, то ли... А, здесь, получается, они дотудова положили вот этот столб, а здесь, получается... А, вот он, столба до суда. Ага. А здесь фронтон, я смотрю, вы не меняли. Ну, я имею в виду, деревянный остался. Вот отсюда, кстати, видно, что дом из двух частей. Все, я прямо отсюда. Вот, получается, вот здесь у вас фундамент один, а вот этот вот видно другой. Все, теперь понял. Теперь понял. Ну, да. И у нас, получается, участок... Вот это весь, да? Вот так, и вот эти деревья, собачки, вот так, до конца. Иди маленький. А сколько земли у вас? 30 соток. Я правильно понял, что у вас, вот как очертания деревьев? Это, ну, не Акация, Акация тоже предстоит менять, этот суда. Маленькие были, но успели... Вы имеете в виду, вот, Акация, это ваш участок? Да, да, Акация тоже. Вот эти большие деревья. А, ну, сейчас я хочу... Ну, да, тут у вас... Это, я так понимаю, вы тут где-то живете рядом, да? Что здесь, ну... Да. Мы 3 года здесь это огород держали, потом уже не успели. А вот колодец, вот там, огороди. Вон тот угловой колодец. Вот колодец. Ну, сейчас. Колодец на вашем участке стоит? Да, нахуй. Сейчас глянем. Ох, блин, колючки какие! Вы говорите, что речка, она... Вот здесь не идет? Нет, нет. А вот это проход к речке идет? Вот проход к речке идет? Да. А это соседний участок, понял? Это вот, видно, газ у соседей подключен. Сейчас попытаюсь показать. Вот сейчас ближе сюда подойду. Вот смотрите, вон газовая труба, вон видно. И вот заходит в дом. Получается, что, в принципе, дома друг от друга очень далеко находятся. Давайте сейчас пойдем сюда. Ой, блин, что-то спать так хочется. Не знаю. И тело болит. Можно пожариться вам? Вот он, колодец. Давайте сейчас посмотрим, что тут у нас такое. Кстати, вот здесь видно прям натоптано. Часто кто-то бывает. Или покосили. А, это, наверное, соседи еще колодцем вот этим пользуются. Вот видно шланга. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. Колодец, колодец. Так, смотрим. Ага. Ну, смотрю, если у нас кольца метровые. Раз, два, три, четыре метра от уровня земли. Вода именно вот стоит. Вода есть. Вода есть. Сейчас мы еще постараемся не забыть спросить про воду. Вообще, как они пьют. Давайте сейчас сюда пойдем. Дорожка у нас. Найти как-то все хорошее. Непонятно. Попытаюсь пройти здесь. Какашек, мамма-мия. Я имею в виду от этих. От коров. Плиншоп змей еще не было тут. Такое может быть. Конечно, в этом году я тупу на змей не натыкался еще. Ну, всяко, может быть. Водки-палки. Кажется, что травы нету, мои хорошие. Но тут трава. Прямо она просто высока уже легла. Но у меня ощущение, что здесь 2002 или 2003 год, когда у нас наводнение было. Вот, ну, конкретно Кубань прям топило и Адыгею. Я думаю, вода здесь была. Я не говорю, что к дому подходила. Ну, по крайней мере, здесь, вот где я сейчас хожу, я думаю, она поднималась. Ох, диреца, как шумят от ветра. Ага, вон я вижу речку. Сейчас скажете, Николай, что ты так медленно ходишь? Блин, боюсь наткнуться. Змей панически не люблю. Конечно, у нас пишут, что типа много змей, но в этом году я их не вижу. Да и в том году, или одна, или две. И то, и так. Идем. Вот она речка, смотрите. Ох. Вот она. Речка, речка. Они, мои хорошие, обманул. На змею мы натыкались с супругой. Что я туплю? Туплю, вспомню. Вот, речка, это вот эта Кукса, или как она называется. Не, я, я уверен, что она заходила сюда, когда в 2002 году. Потому что, когда, вот я же говорю, были очень сильные дожди. Вот видно даже, вот видно, намыто вот листва, прям вот видно наверху, по-любому. По-любому. Я не говорю, что часто, но когда-то что-то было. Здесь все понятненько. Это зафиксировали. Теперь давайте буду выбираться. Будете на меня смотреть, давайте будет проще вот так. Смотрю внимательно, чтобы не наткнуться ни на кого. У меня клиентка недавно, подписчица звонила, говорила, Коля, у вас много змей. Я говорю, ну вот где есть, лимана, да, и там многовато. В основном, нет, здесь будет тоже, по-любому, когда вода рядом, вот так, тем более, вот такие кущери, то сто процентов. Господи, ну что, что не покосили, а? Так, вроде бы, выбрался. Я что-то в последнее время обратил внимание, слово так часто говорю. И, конечно, простите меня за мои киноляпы. Вроде бы выбрался. Надо вот реально кроссовки, какие-то сапоги одевать, чтобы все выбрался. Пойдемте. Участие, конечно, большое, но здесь, вот смотрите, вот то поле, которое я показывал, поляна, у нее очертания, вот эти деревья. Ну, здесь, вот говорит хозяйка, я так понимаю, около 30 соток, но здесь в реальности больше. Значит, ну, тут еще неизвестно, где граница точно стоит, я имею в виду. Теперь, смотрим по плодовым деревьям. Вишня, вишня, слива, вон орех мы видим вдалеке, потом фундук, он вижу, слива еще, алыча старая, вот здесь алыча старая. Двигаемся сюда, блин, какашек сколько много, тут эти скотина ходит, как у себя дома. Здесь. А подскажите, а у вас вода питьевая от колодца идет, да? Да. Все, теперь понял. Так, сараюшки надо будет снести. Это внук помощник? Ты помощник? А вот эта летняя кухня, у вас вообще граница, я правильно понял, вот как тот забор кончается? Да. Все, теперь, ну, с улицы так и понял. Вот она граница. Ага. Это типа летней кухни когда-то было, но ее подснусь по-любому. Она вообще открыта? Можно заглянуть? А, она вот так открывается. Тут можно фильмы ужасов снимать. Да, мои соседи недавно все вытащили его. Ну, короче, вот это желательно снести его лучше. А это как летняя кухня была, да? Да, мы готовы вот эти все выноски. Русская печка почти. Да, можно сделать, видите? А кто сделает? Внук, наверное. Баня когда-то. Ну да, это подснос, это подснос. А здесь центрального водопровода у вас нету такого? Вот вода здесь, вот здесь вода. Ну она какая, центральная или какая? Нет, не центральная. Это от колодца идет выметил? А, у вас, вы хотите сказать, что шланга? А там их сделано, вот здесь вода. А там домой не сделано. Сейчас я фонарь. Это в колодце у вас поставить надо насос? Насос и будет вот здесь вода. Теперь понял. Я просто увидел колодцы. Я немножко армянка плохо. Нет, я вас хорошо понимаю, не переживайте. Мне все хорошо. А вот это уже вы пристраивали, получается? Там был деревянный навес. А, у вас даже он, получается, частично блочный, да? Я же говорю, можно вот здесь, если хорошие руки были, ходят. Мы не умеем делать. Короче, банька пристроена. Ну да, снести ее надо будет. Так. А это у вас асфальтированный этот дворик. Раньше был видно. Раньше этот, да. Так, ступеньки, раз, два, три. Что у нас тут? Веранда. Ой, веранда какая у вас низкая? Два, два, ноль, пять где-то. Счетчик меняли, да, смотрю? Да, новый, 12 тысяч шарданей. Все это, то, что есть. Все новые сделаны. Здесь тоже, эти новый год сделали. Вот там покрасила. Ой, эти спамены. Полы, вот что-то прыгает тут. Да, полы уйти спамены, а это тоже меняли тут. А эти спамены. А тут свет у вас включается? Да, туда включите. А, ну я сейчас... Можно я включу, чтобы мне поярче было? О, да будет свет, сказал монтёр. Да, свет, эти все сделаны. Я смотрю, потолок вы гипсокартоном обшили. Да, вот эти три комнаты новые. Но здесь у вас потолок, смотрю, 2,30, не больше. Не знаю. Да, печка. Ух, печка какая. Ну, печка. Вот 4 комнаты, что это печка. Ну, да. Все старенько. А тут, смотрю, мазанка потолок. Ну, слабинское блехо, они ровные. Как мы решили продавать, все комнаты ровняли. У вас вот, вы полы изначально вот так дугой был, да? Да, изначально вот так и было. Плюс он так интересно, тут угол сел и вот этот, а середина осталась. Да, да, так и раз, да. А эти... Обработку вы меняли, я вижу. Все, все, да. Что есть, все меняли. Все новые. Так, это вторая комната. О, здесь попытались выровнять полы, я так понимаю. Да, старинная. Это поверх вот этих досок вы сделали, да? Мы снимали, да, эти доски. Тоже гипсокартон, смотрю, потолок сделали. А, здесь у вас даже форточка. Это угну, да. Новое сделание. Там некрасивая была. Плинтуса даже вы сделали тут. И двойная дверь. Я так понимаю, что вот эти комнаты одинаковые, да, по размеру? Я имею в виду, как та вот большая. Но комнаты вот эта, эта большая. Вот в этом месте, да, лопнуло, смотрю, угол садится. Ой, и тут, да, смотрю, в этот сел пол. Вот этот уголочек садится. Уголочек, да, я села. Ну, сделаем, если на днях приеду. Так, это получается одна комната непроходная, потом вторая комната непроходная, вот эта спальня. А, меньше, она чуть-чуть меньше. Что-то губу я раскатал, она меньше. Вот тут бы я, наверное, сделал кухню, якобы. А вот это как гостиная получается. Пусть она небольшая, по крайней мере, можно вот там диван поставить. А вот тут телевизор. Короче, дом с мебелью продается, если что, да, получается. Хотели повезти, да, мне кажется. Все, спасибо большое. Мои хорошие, посмотрели домик. Сейчас поедем, давайте чуть дальше проедем, посмотрим, что там. Ну, старенький домик. Здесь, конечно, цены вот такие, по-другому никак скажу. Ну, кто хочет жить возле речки, пожалуйста. Ну, мое личное мнение, по крайней мере, в огород речка точно заходит. Опять же, если сильные дожди и так далее. Хозяюшка сказала, что там дальше уйдет дома. Вот давайте сейчас проедем, посмотрим. Мне аж самому интересно. Ну, до школы, до садика тут, я скажу, минут 30, это точно идти. Магазин, в принципе, где-то минут 10, и вы в магазине. А где дома, она говорит, тут? Николай Санченко, она, наверное, имела в виду, вот туда улица, по-другому. А-а-а, а вон ферма, кстати. Вон она, да, ферма. Наверное, вот те дома. Не, ну, те дома я-то видел, а я же говорю, что дальше вверх, она говорит, да. Нет, тут поле уже. А вон ферма, ну, где-то вот, ну, с километра полтора. Оля, тут вид, о, вид, вид классный. Кстати, да, вид хороший. И вон, смотри, там можно где погулять. Не, вид, конечно. Смотри, двухэтажный дом или трехэтажный вдалеке. Вон он, такое место хорошее. Газ реально проходит рядом, потому что соседний дом подключен. Прям подключен, да. Ну, в принципе, все посмотрели. Я не знаю, я даже не знаю, что добавить. Вот просто, вот не знаю, я хотел бы добавить, но не знаю, что добавить. Мои хорошие, если вам, ну, понадобится помощь в поиске объекта недвижимости, можете полностью рассчитывать на меня, на нашу команду. До вашего приезда вот так мы спокойно поизучаем объекты недвижимости. По крайней мере, вы будете понимать, стоят объекты недвижимости вот эти рассматривать или нет. Потому что на сегодняшний день покупателям это очень и очень удобно и комфортно. По крайней мере, я развернуто в виде вам все это показал, рассказал. Обязательно, конечно, напишите ваше мнение касается этого домовладения. Поставим лайк, подпишемся на мой канал. Ну и, конечно же, ждем с вами очередного обзора недвижимости. С вами был Николай Сомсиков. Всем пока-пока.